Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня я отвечу на вопросы, которые поприходили. Ссылки, информация про ЦЕРН, про высшие силы, про единый закон и так далее. Все в сегодняшнем ролике. Все ответы оптом. Первый вопрос. Ссылки были на каналы разнообразные, где есть медитации, где есть какие-то увлеченные тусовки, которые обсуждают взаимоотношения с некими высшими силами, с иерархиями, где им предлагается занять какое-то место, где их чему-то научат, вылечат, повысят вибрацию, повысят осознанность их и так далее. Некие тонкоматериальные силы, высшие силы. Ну и отношения, как я к этому отношусь. Смотрите, дорогие мои, ко всему этому я отношусь весьма положительно с точки зрения, если вам это доставляет удовольствие и вам эта игра нравится, играйте в нее ради Бога осознанно. Пока вы верите, что кто-то снаружи вас существует вне вашего сознания, который придет, спасет вас, вылечит вас, сделает за вас, изменит вашу жизнь и так далее. Абсолютно нормальная игра. Она находится в концепции нашего социума. Достаточно привычно, достаточно условно. Но в какой-то момент все равно придет осознавание того, что данный мир есть продукт вашей психики, и никого в нем, кроме вас, нет. И если вам для того, чтобы это осознать, надо некие высшие силы, которые вам предложат некую иерархию и предложат некую игру, как правило, мой опыт показывает, что такие игры заканчиваются созданием больших тусовок и сектованием, но это тоже иногда полезно пройти, для того, чтобы осознать, что нет, здесь идет ограничение. Здесь идет ограничение способностей, ресурсов. И, соответственно, об осознанности здесь речь не идет. До тех пор, пока у вас есть кто-то, кто вас спасет, об осознанности вообще не разговариваем. Далее, следующий вопрос. Закон одного, как я к нему отношусь. Мне на него закинули ссылку. Вы знаете, первая мысль, когда я начала смотреть уважаемого Али, это приветствую на рынке нового Мегре. Правда, его звенящие кедры пока еще не столь популярны. Можно придумать кучу законов, можно придумать кучу тонкоматериальных сущностей, можно придумать кучу сущностей, кому мы можем поклоняться, в кого мы можем верить, и под чьим правилом мы можем жить. Это выбор человека, это опять-таки включение в игру. Хотите играть в эту игру, играйте, но не со мной. Поэтому я благодарю за подобного рода ссылки и приглашение вступить в эти сообщества. Это не моя игра. Далее, из более интересных вопросов, это были вопросы про ЦЕРН, и был фильм про ЦЕРН документальный, и страшилки, как я на все это дело смотрю, что ЦЕРН сейчас изменит весь мир, изменит реальность, ну и кучу страшилок. Смотрите, господа, давайте начнем с этого фильма «Антимир». Как он снят? Вы просто вот для себя посмотрите внимательно. Первые 15 минут действительно захватывают, потому что они цепляют за живое. Действительно, мы помним там эти песни, мы действительно помним эти моменты жизненные, действительно мы помним машину с Кеннеди. И потом дальше нам предложено увидеть эффект, который есть в сознании людей Манделы, и вот как это все происходит. И вроде бы это все правда, и, соответственно, все остальное, что там показывается, должно быть правдой. Если вы обратите внимание, то фильм так снят достаточно спиралевитно, то есть повторяющиеся моменты. И в моменты, когда вы уже полностью готовы довериться фильму, появляется товарищ, который начинает вставлять религиозные темы про дьявола, про сатану и так далее. И только религия спасет весь мир. И это сделано по циклам, и по циклам ведется внушение. Вообще стандартная схема из психотехник, каким образом вложить в голову массово людям определенную мысль сманипулировать для того, чтобы они быстренько-быстренько отказались от идеи собственного сознания, расширения собственного сознания, от идеи, что они творцы реальности, и побежали быстренько молиться, дабы не попасть в ад. Кстати, на тему Ада и Рая у нас был очень интересный коннект. Когда из информационного поля брала информацию Ольга, очень интересные вещи, они полностью совпадают с теми вещами, которые мне приходилось переживать в определенных, скажем так, церемониях с шаманами. Поэтому, когда получилась эта информация из данного коннекта, мне это очень сильно понравилось. Так что, что касается Церна, господа, давайте подумаем, вот зачем этот фильм снят, ну кроме того, чтобы все дружно побежали в религию, все-таки на него выделялись деньги из бюджета, и, наверное, люди чего-то боятся, наверное, люди чего-то боятся, раз готовы это финансировать. Я не буду договаривать до конца, дабы мой канал не продолжили блокировать, как это идет сейчас уже, началось. Но это отдельно чуть дальше расскажу. Понимаете, те эксперименты, которые ставят ЦЕРН, и та движуха, которая сейчас идет там в командах, она весьма интересна. На сегодняшний день уже никого не удивишь тем, что мир сформирован вашим сознанием. Ваше сознание формирует вашу реальность. Оно же является единицей в некой коллективной реальности, которую мы считаем объективно существующей. Но оно там существует, и оно может либо доминировать, либо не доминировать. И вот представьте, когда люди уже сейчас научным путем доказывают, что это так. Квантово-волновой дуализм уже входит в школьную программу. Уже от этого не сбежишь. И на сегодняшний день через квантовую механику, через квантовую физику меняются законы нашей реальности. Потому что те ограничения, например, скорость света, человечество понимало, что при таких ограничениях оно никогда не вылетит за пределы Вселенной. Но современная игра требует развития и полетов дальше, расширения. При таких скоростях нет. Значит, чтобы что-то изменить, надо либо очень быстро что-то находить, что будет двигаться, либо изменить законы. Вот этим и занимается ЦЕРН, господа. Когда люди понимают, что весь мир в твоем сознании, значит, просто надо в этом сознании что-то изменить. И лучший вариант заложить туда новое не через веру, религиозного плана, а через науку. Через науку тут же идет знание, и это все тут же можно уже воплощать в технические новинки, в технические реализации, и это будет работать. И это будет другая игра. Следующая игра, возможно, более интересная. Но видите ли, с обратной стороны миндали, если посмотреть на это все происходящее в ЦЕРНе, вы можете задуматься, просто задуматься на тему. Если сознание является определяющим для создания реальности, то получается некое сознание, которое может находиться где-то, сидя дома там, оно может влиять на, вообще на весь мир, на всю Вселенную, на всю галактику и так далее. Это всего лишь зависит от широты восприятия данного человека. Как такое возможно? А что же тогда есть власть? Ведь в понятии социума, чтобы прийти к власти, надо захватить банки, телеграф, устроить бойню, ворваться в политические дебаты, занять пост, разделить деньги и так далее. И у нас в сознании власть связана именно с политикой, с деньгами, с борьбой. А оказывается, для доминирующего сознания не важны ни деньги, ни политика, ни все остальное. Просто задумайтесь. Я дальше не буду продолжать. На самом деле, все элементарно просто. Просто немножко надо включить мозг. Дальше. Касательно отключений канала. В последнее время мне пришло много ссылок от Ютуба о том, что блокируются определенные ролики. Это старые ролики, как правило, мои, где я показываю там где-то телекинез, где-то там какие-то способности. Я уже не помню, что я тогда демонстрировала и какие я комментарии давала, но было много всего. Именно там, где шла речь о проявлении каких-то способностей психических. Там было много разных комментариев. И когда я задала себе вопрос, почему в моей реальности это происходит, ответ, он очевиден. Там наложены комментарии, которые на сегодняшний день устарели. Я же тоже развиваюсь, я же тоже изучаю. Мы очень много работаем с информационным полем. И есть вещи, которые просто на сегодняшний день они будут дезориентировать тех, кто пришел слушать этот канал. И в тот раз Ютуб очень быстро отреагировал. Он эти ролики заблокировал. Теперь у меня есть возможность взять материал средств и из него старый. И на него наложить другие комментарии, сделать другие ролики и выпустить их с другими комментариями, более грамотными на сегодняшний день. То есть более современными, когда уже в голове немножко больше, чем было тогда. Потому что, в принципе, проекту-то нашему уже 10 лет. Понимаете? Времени много прошло. И мы менялись постоянно. Ни одну секту прошли, ни одних шаманов проехали и так далее. Поэтому много, много чего изменилось. И наши взгляды на жизнь, и подходы, и все остальное тоже очень сильно изменились. Поэтому те старые материалы, которые блокируются, не переживайте, если вы их не нашли. Это очень здорово. Значит, появятся в скором времени новые, которые пойдут с новыми комментариями. Но основанное на тех видео, которые были сняты тогда. Либо же что-то новое добавится. Может, захочется поиграться, повторить. И последний вопрос, который был часто встречаемый в последнее время. Это люди не могут скачать с сайта «Скачайка». Старые семинары спрашивают, почему нет новых. Новых семинаров нет, потому что мы сейчас не проводим семинары разговорного жанра. Не имеет смысла их проводить. Весь рынок переполнен дешевыми вариантами. И вот просто вылазить на него даже смысла нет. Мы работаем с глубокими измененными внутренними состояниями сознания человека. Когда человек грузится и берет информацию напрямую из себя через свое Высшее Я, через Бога, через Творца и так далее. У каждого своя концепция. И мы предлагаем человеку обучиться, научиться различать эти концепции, управлять этими концепциями, менять их под задачу и так далее. Например, если вот вы видите, что концепция, что вы Творец Вселенной в данном случае не проходит и вы нервничаете, потому что ваш ребенок уехал в дальнюю дорогу, там, взяв ваш автомобиль и вам хочется, чтобы у него было безопасно и вы чувствуете, что вы можете обратиться, например, к ангелам и они позаботятся о нем, вы можете взять концепцию, например, ну, любую там, что ангел и пятый план пришел к ним, поговорил, договорился, что они сопроводят и помогут Богу, помогут сыну. Это успокоит вас и вы не будете формировать чушь в своей реальности и, соответственно, вносить помеху в реальность вашему ребенку. И смена концепции, например, на концепцию взятую там, там, где существуют ангелы, вот здесь и сейчас, вы можете с ними разговаривать либо напрямую, либо через Творца, либо еще как-то. Это зависит от концепции, которую вы возьмете, возьмете осознанно, попользовались и оставили, перешли к новой. То есть, я предлагаю научиться наблюдать и концепции, пользоваться ими и так далее. Это уже, ну, более такие, я не скажу, это продвинутые вещи, но это более глубокие вещи, когда вы более осознаете себя как часть Творца. Вот эти семинары выкладываться не будут, потому что вот эти состояния передать через видео невозможно. Невозможно внутреннее состояние сознания и работу в них, потому что на видео или онлайн задействуются всего лишь два канала восприятия, а надо, чтобы задействовались все. Поэтому обманывать людей мы не планируем и на сайте выложено то, что выложено на скачайке, разговорный жанр либо спортивный жанр, вы можете это дело посмотреть, скачать. На сегодняшний день там не работает платежная система, банально российскую платежную систему блокируют в Беларуси под проверки, еще под что-то к отговорке, какие-то дурацкие идут, но я так понимаю, что-то у российской платежной системы есть с налоговыми органами. Вот, поэтому мы ее будем менять на Paypal, вот, как только программисты отпустят моего в увольнение, потому что его призвали после университета в армию, вот, как только он вернется в увольнение, он мне подключит Paypal и все будет снова доступно. А пока можно просто связаться через инфособакапуп.бай со мной, я вам напишу, каким образом можно перевести платеж и каким образом можно получить код на скачивание. Никаких проблем нет, потому что скачивание как таковое недавно поправили, оно снова работает. Вот, ну, кажется, я ответила на все вопросы. Если вдруг остались еще, звоните, задавайте, с удовольствием отвечу. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok